Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всегитая. Сегодня у нас на обзоре внезапно новиночка от компании TCL. Новенький планшет, блин. Да, это большое чудо мне предоставила компания, я попользовался и в принципе есть что рассказать о данном планшете. Потому что обзоров уже повыходило дофига, многие хвалят, кто-то нет. Ну в общем, друзья, давайте разберемся, что это за интересный такой планшет за 220 баксов, у которого реально прям есть все, что только надо. А перед этим, друзья, хочу всем вам сказать огромное большое спасибо за вашу поддержку, за ваше понимание и за то, что вы не бросаете наш канал в такое непростое время. Так что да, друзья, прожмите лайкосик, напишите свой комментарий, сделайте репост и тогда вообще все будет замечательно. Но можно сделать еще больше. Да, вы можете отписаться от канала Все Китай, потом снова подписаться и нажать на колокольчик и, конечно же, выбрать все уведомления. Я надеюсь, вот такие вот манипуляции помогут нашему каналу. Но в любом случае, за всю вашу активность хочу сказать вам огромное человеческое спасибо. Дизайн и внешний вид. Ну что ж, задняя крышка лично мне напомнила ноутбуки от компании Asus. У них тоже был вот такой вот интересный перелив, а также рифленая, по-моему, вот такая вот структура у них и тоже была. Планшет полностью пластиковый и тут, в принципе, нет ничего удивительного. Хотя за эти деньги встречаются экземпляры, которые выполнены в алюминиевом корпусе. Но в любом случае, собран планшет неплохо. Вообще никаких вопросов по сборке у меня нет. А вот что меня удивило, так это расположение кнопки питания, индикатор уведомлений и USB Type-C. Потому что все это находится на одном торце. То ли левом, то ли верхнем. Пока что точно я еще не понял. Ну вот реально, впервые встречаю такое расположение. Если честно, ну, двоякое впечатление. На данный момент продается только одна модификация, у которой 6 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Есть поддержка microSD. А также сюда можно... Что сюда можно? Ничего не можно. Есть GPS, короче. Экран в планшете большой на 10,36 дюйма. Естественно, IPS-матрица с Full HD+, разрешением и только 60 герц. Соотношение сторон 15 к 9. Как и любая новая продукция TCL, этот планшет Tab Max получил фирменную фичу для улучшения изображения. NXT Vision. И да, конечно же, она работает и все, супер картинка становится максимально вкусная, контрастная и резкая. А также, в принципе, есть ручная настройка цветопередачи экрана. Короче говоря, тут все нормально, все эти функции работают. За эти деньги, как для планшета, экран тут неплох. Яркости хватает, никакого дискомфорта нет вообще. Придраться можно к не самым крутым углам обзора и белый цвет немножко такой мутный под наклонами. В общем, вы и сами все прекрасно видите. Вот вам сравнение с Realme 9i, у которого тоже IPS-матрица, но с 90 герцами. Скажем так, для использования в помещении хватает с головой. На улице, да, могут быть небольшие, скажем так, проблемы с яркостью. Но это предсказуемо. Ну что ж, данный гигантеныш получил аж стерео. Стерео, звучание и 4 перфорации. Снизу и сверху. Но, друзья, не стоит и так сразу прямо радоваться. Потому что, по факту, тут только два мультимедийных динамика, которые находятся. Ну, если судить по кнопке питания, то сверху. Вот два верхних отверстия. Это у нас мультимедийные динамики. А вот снизу это так для симметрии и для бутафории. Начну с того, что стереоэффект заметен сразу. Тут вопросов нет. Методинамики, можно сказать, одинаковые. Ну вот, честно, громкость солидная, запасы есть. И звук в целом хороший. Короче говоря, за эти деньги вопросов нет. Играет музыка. Играет музыка. А вот к железу есть вопросы. Потому что, к сожалению, оно бюджетное. Да, внутри не самый крутой Snapdragon 665. Понятное дело, что это 11 нанометров. Но не более того. Это все равно бюджетное решение. Да, набор памяти за эти деньги солидный. Оперативочка у нас на 6 гигабайт формата LPDDR4X. Плюс 256 гигабайт встроенной памятью EFS 2.1. Троттлинг тест. 100 потоков. 60 минут на максимальной яркости экрана. И в целом ничего удивительного. Это чуть лучше, чем то, что показал Redmi 10, у которого Helio G88. Короче говоря, бюджетные результаты. Нагрев при этом 35-36 градусов. Короче говоря, минимальный. На деле планшет работает на 11 андроиде с фирменной оболочкой от TCL, которая встречается в недорогих смартфонах и теперь планшетах. Каких-то нареканий у меня к планшету нет. За эти деньги он справляется со всеми задачами. Единственное, что меня лично напрягает, это 60 герц. Да, я избалован OnePlus 9 Pro, у которого 120 герцовая крутая AMOLED матрица. Поэтому эти 60 герц плюс IPS мне режут глаза. Да, к сожалению, на вот таком вот большом экране эти 60 герц не то, чтобы сразу бросаются в глаза. Ты как только включаешь планшет, ты понимаешь, что тут что-то не так. Он что, глючный? Он что, медленный? А на самом деле нет. Тут просто 60 герц и все. Как бы 90 и 120 герц уже давным-давно в обиходе. И как-то за эти деньги 60 герц, ну реально маловато. Хотя бы 90, хотя бы 90 и все было бы вкусняшка. А так, блин, сейчас даже дешевые смартфоны там за 120, ну ладно, за 140-150 баксов предлагают IPS-матрицы на 90 или даже на 120 герц. А некоторые за 170 умудряются нам предлагать AMOLED-матрицы с частотой обновления 90 герц. Но в любом случае, это всего лишь моя придирка и мое личное мнение. Если вы до сих пор по какой-то причине никогда не пользовались смартфонами с повышенной частотой обновления экрана, то, пожалуй, никаких там у вас проблем и дискомфорта не будет. Ну и еще отмечу, что данный планшет как мультимедийное устройство в принципе подходит хорошо. Но как игровое устройство нет, потому что игровой потенциал данного планшета минимальный. Колда запускается на средних настройках и получаем более-менее стабильный 50-60 FPS. Да, играть можно, но картинка, скажем и так, рыхлая такая. Пиксели бросаются в глаза очень сильно. PUBG идет с плавной графикой, плюс высокая частота кадров и получаем более-менее адекватные 30 FPS. Но как ни крути, на таком большом экране и с такими настройками все игры выглядят, мягко говоря, не очень. Пикселизация заметна капец. А так и всякие казуалочки детские будут запускаться без проблем. Сканера отпечатков в планшете нет, но зато есть довольно-таки крутая разблокировка по лицу, которая работает в любом положении планшета и нареканий к ней вообще нет. Итак, внутри данного планшета аккумулятор на 8000 мАч, зарядка на 18 Вт идет в комплекте. И это боль, потому что заряжается планшет долго. Как минимум надо бы засунуть сюда зарядку на 30 Вт, но не на 18. Да, планшет прошел все мои тесты автономности и в принципе выдал нормальный адекватный результат. Буквально чуть хуже, чем Redmi 10. Маленький Redmi 10. Да, 7 часов 20 минут под пиковой нагрузкой это крутой, нормальный, хороший результат. Вопросов нет, потому что в обычной жизни никто этот планшет и так сильно нагружать не будет. Поэтому можно рассчитывать на 10 плюс часов работы экрана без проблем. Ну что ж, остались у нас и камеры и тут как бы основные на 13 мегапикселей с диафрагмой f1.8 и даже есть автофокус. И фронталочка большая на 8 мегапикселей. Основная камера не супер отстойная и в принципе для того, чтобы сфоткать документы ее хватает с головой. И даже что-то по-быстрому можно запечатлеть, но только при нормальном освещении. Фронталка не ух аж какая крутая, но для видеосвязи подойдет в принципе. А ты подписался на канал? Поставил лайкозик? Да-да-да, бегом-бегом надо это сделать. Ладно, друзья, это у нас тестовое видео на фронтальную камеру планшета от компании TCL. Full HD 30 кадров в секунду и среднее паршивое такое освещение. Короче, проверяем качество и тестируем микрофоны данного планшета, потому что ну в принципе для удаленки подойдет, наверное. Итак, улучшили освещение и надеюсь качество хотя бы немножко улучшилось, потому что под таким вот освещением я снимаю для вас видосы на свою камеру. Короче, друзья, оценивайте и сравнивайте с голимым освещением и с нормальным. Итак, видеозапись на основную 13-мегапиксельную камеру в качестве Full HD 30 кадров в секунду и снова у нас паршивое освещение. Ну, в общем, как-то так, друзья, оценивайте. И сейчас мы включим нормальное освещение и посмотрим, на что способен данный планшет. Итак, освещение мы очень хорошо улучшили, так что оценивайте, на что способен данный планшет за 200 баксов. Я надеюсь, качество там будет адекватное. Но в любом случае, друзья, это у нас крутое, нормальное, ну скажем так, адекватное студийное освещение, при котором я всегда снимаю для вас видосы. Ну что ж, вот такой вот планшет получился у компании TCL. И знаете, за 220 баксов его, в принципе, можно назвать чуть ли не идеальным, потому что нафаршировали по полной. Но, с другой стороны, все равно есть много различных нюансов. Да, если вы ищете мультимедийное вот такое вот устройство, у которого дохренелионы памяти, у которого есть GPS, у которого нормальное стереозвучание и, в принципе, адекватный экран и хорошая автономность, то почему бы и нет, потому что за 220 баксов вы, по факту, нихрена не найдете. Все остальные китайцы нам предлагают, ну, процессоры от компании Mediatek, не самые, скажем так, выдающиеся, с сомнительной автономностью, и стереозвучание там будет гораздо хуже. То тогда, да, данный планшет вам подойдет. Но если вы ищете что-то по навороченней, то тут надо смотреть в сторону Mi Pad от компании Xiaomi, и не меньше, скажем так. Потому что это просто нафаршированное бюджетное устройство. Как бы типа а-ля народный планшет, у которого есть дофига всего и разные функции, и на это ведутся люди. Потому что дофига памяти, это лайкосик, стерео это тоже лайкосик, GPS лайкосик, и все. Народ хавает. И почему бы и нет, за эти деньги, пожалуй, да, нормальное предложение. Но в любом случае, друзья, в данном видео я все вам рассказал, а вы уж там решаете сами, что для вас плюс, что для вас минус, а что, в принципе, адекватно и сойдет. Ладно, все ссылочки будут в описании, а вам хочу еще раз сказать спасибо за просмотр, за лайкосик и за ваши комментарии. Ну а с вами был Димон, канал Всекитай, не болейте, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok